Для нас это такая мечта, просто там быть, сфотографироваться, не знаю, увидеть. Для них это, ну и что, ну и пошли, я лучше пойду в молоку, куплю себе новые джинсы. Но это не все, это, я не хочу generalize, говорить, что все такие, но много из моих друзей они такие, к сожалению. Анжелика спрашивает, говорит, ну наконец, расскажи о самом переезде, как и почему, как ты адаптировалась, родители, как дальше развивалась и пришла к ютюбу. Приезд, я очень быстро адаптировалась к этой культуре, так как я всегда хотела здесь жить. И не знаю, я такой человек, что мне очень легко адаптироваться под любую культуру. Я как хамелеон, можно сказать. Конечно же я, я все равно наполовину русская, наполовину молзаманка, это все равно в моей крови, но мне очень легко адаптироваться к культурам, выучивать язык, жить здесь. И поэтому мне было очень легко. Я как бы через 6 месяцев, мне уже люди принимали за свою. Ну конечно же, все по-любому слышат мой маленький акцент, от него избавиться просто невозможно. Вот. А как дальше развивалась и пришла к ютюбу? Вообще я начала учиться в колледже на дизайнера интерьера. И мы переехали, мы вышли замуж, мы женились, или вышли замуж, как правильно. Мы женились с мужем, потом мы переехали в Саут-Киролайна. Это прям совсем другой конец Америки. Мы жили здесь, где я сейчас живу. Мы переехали из Саут-Киролайна. И мне просто там было очень одиноко, и делать нечего. И мне там никогда не понравилось. Поэтому мы через 2 года с ТЭП переехали. Но это другая история. Поэтому я начала делать видео на ютюб, потому что мне было очень грустно, и у меня друзей там не было. Просто я не знала, что делать с собой целый день. Я просто включила камеру и сказала, Всем привет, меня зовут Авелина. Давайте будем дружить в интернете. Хельгер спрашивает, какая твоя девичья фамилия? Моя девичья фамилия Карташова. В какой школе ты училась в Молдове? Я училась в лицее Петру Рариш в Кишиневе. Петру Рариш в Кишиневе. Да, обычная школа. Ну, как бы у нас была, это бизнес-школа. У нас нужно было в каждый год где-то 3 или 4 уроков или классов. Разный там бизнес, entrepreneur, или я не знаю, как это слово на русском. Но, да, как бы я училась все свои годы в Молдове, потом только сюда приехала в университет.